Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Володя. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о первых проблемах с iPhone 14. Кому из вас придется платить за Telegram, а также еще и познакомлюсь с первым смартфоном-трансформером от компании Xiaomi. Ну, а досмотрев это видео до конца, вы еще и узнаете, действительно ли компания Xiaomi собирается уходить с рынка РФ и почему. Короче, давайте не трать время не зря, подписки, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это уже как-то прямо удивительно. Лайк, помчай. И напоминаю, чтобы получать ответы на ваши вопросы под нашими видео, стоит стать спонсором нашего канала на YouTube. И все, что для этого нужно, это прожать по кнопке «Спонсировать», которая находится рядом с подпиской на наш канал. И, кстати, общение с нами в комментариях – это далеко не все плюсы, которые вы получите. Ну, а если в вашей стране не поддерживается спонсорство и не отображается вот эта вот опция, то не расстраивайтесь. Просто переходите в описание этого ролика и находите уже «Оформить спонсорство на Boosty». Что там, что там, плюшки будут одинаковые. Итак, значит, что же это за плюшки? Значит, так вы получите ранний доступ к новым роликам «The Box», приглашение на наши с Русиком стримы для избранных с живым общением, и даже, кстати, сможете выиграть смартфон. В общем, полный набор эксклюзивного контента и бонусов, с которым вы можете ознакомиться, нажав на кнопку «Спонсировать» ниже. Ну, или перейдя на Boosty по ссылке в описании. Все, становитесь спонсором канала «The Box», и мы с вами будем видеться еще чаще. А я продолжаю. В общем, на днях компания Xiaomi представила очень полезную штуку для вашего дома под названием «Смарт-дисплей 10». Хотя, знаете, вот как по мне, он не просто умный. Он же еще и красивый экран. Потому что само устройство получило металлический корпус, а вот переднюю и нижнюю панель даже обшили тканью. Знаешь, такое ощущение, что дизайнером этого экрана была моя бабушка, которая всегда считала, что низ надо держать в тепле. Все же, вы знаете, я все-таки не буду хвалить Xiaomi за дизайн. Потому что их вот этот вот умный дисплей уж, знаете, слишком похож на Lenovo Smart Display 7, который вышел год назад. И вот по большому счету вот этот вот Xiaomi Smart Display 10 служит для двух вещей. Это развлекать хозяина и управлять умным домом. Да умный дом уже не такой уж и умный, но сам какой-то экранчик управляет. Слушай, знаешь что, Русик, он хотя бы поумнее тебя будет. Он во всяком случае не додумается, например, на спор предложить кому-то глазом пиво открыть. И вот, значит, из развлечений вот этот вот 10-дюймовый умный экранчик может показывать видео. Так что владельцам этого гаджета больше не придется смотреть любимый сериал на маленьком экранчике смартфона. К тому же у Smart Display есть еще и своя подставка. А это что значит? А это значит, что в вашем доме освободится еще одна чашка, которая раньше подпирала смартфон. И вы, наверное, подумали, что для таких целей, например, лучше купить планшет. Нет. Ну, во-первых, потому что эта штука гораздо дешевле планшета. А во-вторых, она умеет много чего интересного. И, значит, помимо проигрывания видео, с помощью вот этого Smart Display можно управлять умными вещами в доме. Вроде там, не знаю, лампочек, чайников, розеток и так далее. Притом гаджет еще и выпускается с предустановленным голосовым помощником. Так что управлять умным домом можно даже голосовыми командами. Также еще у этого планшета есть и детский режим, который, кстати, включается автоматически. И вот фишка его в том, что в этом умном дисплее есть камера с функцией распознавания лист. Так что система сама понимает, когда планшетом этим пользуется ребенок. Потому что ваш малой или малая уже не смогут включить на YouTube что-то не то. Но зато, например, смогут занять себя какими-то образовательными приложениями для детей. Ну а вишенкой на торте будет, конечно же, цена. Потому что купить вот такой вот умный дисплей можно всего за какие-то 147 долларов. И вот за такие деньги, вы знаете, вряд ли вы себе сможете найти планшет с таким же набором возможностей. О, и кстати, в комментариях напишите, пожалуйста, интересно ли вам вот такие вот разные гаджеты для умного дома. И если интересны, то я обязательно сделаю для вас подборочку самых прикольных гаджетов для умного дома. И главное, недорогих. Но все же на этой неделе Xiaomi не только радовала, но и огорчала. Притом ей удалось подпортить настроение не просто пользователям, а целому государству. И вот мы с вами как привыкли, что зачастую в скандалы попадает только там русик с продавщицей в колбасном отделе, Apple и Samsung. Но все-таки это крупные компании, за которыми наблюдают вообще все, кому не лень. И потому любой провал сразу замечается. Но все же в этот раз отметилась Xiaomi. Притом, знаете, ну можно сказать, что по-крупному. Так вот, как пишет издание Reuters, правительство Индии арестовало 725 миллионов долларов со счета Xiaomi в местном банке. По подсчетам моего лоноператора Русика, на вот эти вот деньги можно было бы купить 1 миллион 523 тысячи 209 Redmi Note 11 Pro Plus. Вы представляете, насколько это много? И вот по словам Xiaomi India, они собирались отправить вот эти вот деньги, чтобы заплатить за технологии и патенты. Но правительство Индии считает по-другому и считает, что их пытаются обмануть. А вот все дело в том, что деньги должны были уйти к трем компаниям, среди которых два предприятия из США и одно из Китая. И как пишет управление правоприменения, вот эти вот индийские смартфоны Xiaomi собираются на местных заводах. И Xiaomi India вообще не пользуются услугами всех вот тех вот компаний. Так что и платить вот эти отчисления за технологии и патенты им не нужно. Ну и ко всему они выяснили, что все вот эти вот компании еще и как-то связаны с Xiaomi. Ну, не знаю, видимо, правительство Индии все-таки считало, что Xiaomi хочет вывести вот эти вот деньги из страны как-то в обход налогов. И в целом я считаю, что подозрения оправданы, да, потому что еще, например, в декабре прошлого года офис компании Xiaomi обыскали из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов. Ну да ладно, зато, например, Xiaomi готовит для вас два крутецких, я считаю, смартфона, которые вас вот точно порадуют и удивят. Но о них мы поговорим немножко позже, потому что сейчас есть интересные новости об iPhone 14 и таком необычном обновлении Telegram. И я думаю, что все, конечно, уже забыли об этом, но коронавирус все еще существует и портит жизнь людям. Да, например, пандемия опять вставила палки в колеса компании Apple. И китайские источники пишут, что недавно поставщикам комплектующих Apple пришлось опять остановить производство. В итоге получается, что завода может не хватить вот комплектующих на всю партию iPhone 14 и из-за этого производство этого смартфона задержится. В то же время The Wall Street Journal пишет, что некоторые поставщики Apple, например, в Шанхае уже понемножку возвращаются к работе. А Тим Кук так и вовсе говорит, что перезапустили вообще все заводы. Но все же генеральный директор Apple признался, что фабрики не работают на полную мощность и им нужно время, чтобы они начали работать уже в прежнем темпе. Потому даже с учетом того, что китайцы снова могут делать запчасти, iPhone 14 все равно может задержаться. И с одной стороны, вы знаете, это даже хорошо, потому что, например, у вот этих вот, которые любят повыпендриваться своим новым iPhone, хотя бы будет время, чтобы можно было рассчитаться с кредитом за предыдущий iPhone. Все же мне, вы знаете, даже немножко обидно, потому что в этом году Apple должна была, знаете, так серьезно обновить дизайн. Ну, например, вот недавно в сеть попали фотографии стекол вообще всей линейки iPhone 14. И вы знаете, что оказалось? Оказалось, что Apple реально прощается с челками. Ну, а что, время идет. Он на iPhone уже практически скоро 15 лет. Да, я тоже, кстати, в 15 лет с челкой распрощался. Но все же переход будет частичным, и челка останется на iPhone 14 и 14 Max. А вот в рожке уже получат отдельные вырезы в дисплее, податчики и камеру. Так что все, теперь пассажиры метро будут точно знать, на ком висит самый большой кредит в вагоне. А тем временем, компания Qualcomm выпускает самый мощный, но и при этом самый странный чип, который будет использовать вообще только одна компания. Но прежде чем продолжить, обязательно послушай полезный сайт. Вот ты, например, кричишь, потому что горячий чай разлил себе на штаны. Значит так, не нервничай, предложишь тебе что-нибудь холодненькое, и обязательно сразу подпишись на мой канал. И вот незамедлительно начинай смотреть видео. Спросишь, как тебе это поможет? Как тебе это поможет? Ну слушай, ты месяц так точно уже с девочками за ручку не походишь. А так и тебе бы время с пользой проведешь, что-то полезное узнаешь. Смартфон себе новый выберешь. На большом экране ж прикольнее меня смотреть. Эх, не надо, не благодарю. Подписывайся. А, и так вернемся с вами к новому процессору от Qualcomm. В общем, как пишут китайские источники, Qualcomm собирается выпустить новую версию процессора Snapdragon 8 Gen 1. Только речь идет не про более мощную версию, плюс версию, нет. Тут наоборот. И вот все дело в том, что компания сделает Snapdragon 8 Gen 1 без модема 5G. Ну, то есть смартфоны с этим чипом смогут работать максимум в сетях 4G. И вот вы сейчас, наверное, такие думаете, а кому может вообще понадобиться такой процессор? Ну, это же логично, да? А вы знаете, есть кому понадобится? Компании Huawei. Если помните, то вот буквально пару лет назад компания попала под санкции США. И вот тогда китайцы потеряли не только поддержку Google, но их еще тогда и отрезали от сетей 5G. Ну, то есть, если даже Huawei поставит вот этот вот модем 5G в своем смартфоне, то пользователь все равно не сможет подключиться к этой сети. И вот, значит, по словам источника, вот этот вот Snapdragon 8 Gen 1 4G появится в Huawei Mate 50, который должен выйти в этом году. Притом процессор, вы знаете, это не единственный странный момент в этом смартфоне. И вот, судя по утечкам, Huawei выпустит смартфон с челкой. И вот это вот действительно уже странное решение, учитывая, что в том же самом Mate 40 Pro был аккуратненький вам вырез под двойную фронталку. Ну, и к тому же вот в этом вот новом смартфоне от Huawei будет аж 5 камер, среди которых и два модуля для оптического зума. Ну, да, так будет проще всех, кто были на шашлыках, перефотографировать. Можно издалека, например, сфоткать. Значит, насколько удобно. Вам зато потом будет легко понять, кто был на шашлыках, а кто не скидывался. Да и, кстати, Telegram, вы знаете, тоже готовит нечто необычное для своих пользователей. И вот в последнем обновлении мессенджера заметили одну необычную скрытую функцию. И, значит, ребята из Android-полиции скачали бета-версию Telegram для iOS. И заметили там кое-что интересное. Ну, а если быть точнее, то в приложении нашли платные стикеры, да, которые доступны исключительно по подписке Telegram Premium. Правда, как отмечает издание, вот эти вот премиальные стикеры будут видеть исключительно другие премиум подписчики Telegram. Так что хвастаться перед бедными друзьями не получится. Но все же пока что Telegram не анонсировал платную подписку, а значит, неизвестно, когда вот эти вот платные стикеры будут доступны. Но, кстати, уже понятно, что это будет не единственная фишка вот этого вот платного доступа, и Telegram еще что-то придумает. Ну, слушайте, все-таки этот мессенджер считается самым безопасным, поэтому неудивительно будет, если вообще Дуров нашел вообще какой-то совсем новый способ защитить вашу переписку. Хотя он у моего оператора Руська вот этот вот метод защитить переписку уже давно придумал, да, Русь? Все, что он делает, это просто ставить свою фотку на аватарку. И все, никто тебе не пишет, никто тебе не отвечает, никто тебя не взламывает вообще. Нафиг ты никому не делаешь. Вот это я понимаю безопасность. Ну, и ко всему вот этой вот бета-версии Telegram'а нашли еще функцию для создания аватарки. Вот, судя по всему, пользователи смогут выбирать фон, а также еще и ставить стикеры или там, например, эмодзи вместо своего лица. Правда, пока непонятно, когда эта фишка появится в доступе, и, кстати, не исключено, что может так оказаться, что она тоже будет платной. Но, вы знаете, несмотря на все вот эти вот новости, вводу больше всего меня удивила Xiaomi. Ну, во-первых, потому что она скоро выпустит самый красивый свой бюджетник. Ну, а во-вторых, китайцы начали работать над первым смартфоном-трансформером, да? Ну, давайте обо всем по порядку. И первым делом, конечно, расскажу вам о Xiaomi 12 Lite, который на днях уже появился на живых фотографиях. А это значит, что Xiaomi уже запустила массовое производство этого смартфона. И скоро будет анонс. И несмотря даже на то, что это устройство называется Xiaomi 12 Lite, экран у него будет больше, чем у обычного Xiaomi 12. Но, в то же время, например, по толщине и весу смартфона он должен получиться тоненьким и легким, как это было, собственно, и с тем же самым Xiaomi 11 Lite. Ну, а что, кстати, за характеристик, то это такая будет упрощенная версия флагманского Xiaomi. Да, ведь там будет попроще процессоры и камеры. Но зато, например, поставят AMOLED дисплей с частотой обновления в 120 Гц и еще и быструю зарядку в 120 Вт. Правда, вот беспроводной зарядки, как у флагмана, скорее всего, не будет. Также, по словам источников, Xiaomi 12 Lite еще и получит сканер отпечатка пальца под дисплеем. Ну и, честно сказать, я даже не знаю, что здесь радоваться или плакать, потому что вот этот обычный внешний сканер, он ведь быстрее подэкранного. И вот если Xiaomi 12 выйдет вот уже прямо скоро, то вот следующего смартфона, знаете, придется подождать. Но я считаю, что его нужно вот просто обязательно дождаться, потому что это вообще самое удивительное, что когда-либо делала компания Xiaomi. В общем, недавно компания Xiaomi запатентовала вообще совершенно новый тип смартфона, который вы вряд ли вообще где-то встречали. И вот, значит, в обычном состоянии он выглядит, как уже знакомый нам с вами смартфон с гибким дисплеем по типу там Huawei Mate X. Но все же фишка смартфона Xiaomi не в том, что его дисплей может только складываться и раскладываться. И вот по задумке китайца вот эту вот вторую половинку экрана можно будет отсоединить. Притом в документе еще и говорится, что даже после отсоединения от смартфона вот этот вот второй экран продолжит работать. Да, а изображение будет передаваться беспроводным способом. К тому же во второй вот этой вот половинке еще и будет свой собственный аккумулятор. Ну, короче говоря, легким движением руки один смартфон превращается в два. Это уже не смартфон получается, а какой-то дождевой червь. Ой, Господи. Но все же, знаете, пока непонятно, зачем вообще Xiaomi такое делать. И даже если, например, вот пофантазировать, то вот мне, например, сложно представить сценарий использования для такого смартфона. Ну, кроме, ну, не знаю, там, как там попантоваться перед владельцами айфонов. Все же Xiaomi, вы знаете, давно уже показалось, что не боится экспериментировать. Так что все-таки есть большая вероятность, что мы с вами скоро увидим вот этот вот рабочий прототип. Ну и, конечно же, и узнаем, зачем же смартфону отсоединять вот этот вот дисплей. Хотя, знаете, если даже компания Xiaomi и выпустит вот такой вот смартфон, то у меня большие сомнения, что он доберется до рынка РФ. И вот, как пишет The Wall Street Journal, большие китайские компании начинают уходить с рынка России. В том числе Lenovo и Xiaomi. По словам издания, компании решили все сделать по-тихому, без лишних анонсов. Просто сворачивают поставки. Правда, конечно, без официального анонса. Пока мне, например, сложно сказать, уйдет ли компания Xiaomi с рынка РФ раз и навсегда. Ну, слушайте, все-таки после второй волны вот этого коронавируса китайские заводы остановились. И, кстати, запчастей сейчас может даже не хватить на новые айфоны. Ну, потому логично, что некоторые китайские компании сворачивают поставки, так как они просто не смогли сделать столько гаджетов, сколько планировали. Но все же статистика намекает, что китайские компании именно целенаправленно уходят с рынка РФ. И вот, как заметили журналисты, в марте поставки ноутбуков из Китая в Россию упали на 40%, а вот поставки смартфонов сохранились сразу на две трети. К тому же один еще из российских дистрибьюторов рассказал в The Wall Street Journal, что Xiaomi уже несколько недель вообще ничего не поставляет. Ну, так что выводы напрашиваются сами. И если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк и посмотрите вот эти вот видео. Потому что если вы досмотрели вот этот вот ролик до конца, то эти видео вам точно понравятся. Ну и главное помните, все самое интересное правильно в коробке.